Отрывок из романа «Братья Карамазовы» Фёдора Михайловича Достоевского. Из жития в бозе переставившегося иеросхимонаха старцу Зосимы составлено с собственных слов его Алексею Фёдоровичу Карамазову, таинственный посетитель. «Издружились бы мы очень, если б он мне и о себе говорил, но он о себе не говорил почти ни слова, а всё меня обо мне же расспрашивал. Несмотря на то, я очень его полюбил и совершенно ему доверился во всех моих чувствах, и помыслил, на что мне тайны его, вижу и без всего, что человек праведен. К тому же ещё человек столь серьёзный и неравный мне летами, а ходит ко мне юноше и мною не брезгает. И многому я от него научился полезному, ибо высокого ума был человек. Что жизнь есть рай, говорит вдруг мне, об этом я давно уже думаю, и вдруг прибавил. Я только об этом и думаю, смотрит на меня и улыбается. Я больше вашего в этом, говорит, убеждён, потом узнаете почему. Слушаю я это и думаю про себя. Это он, наверное, хочет мне нечто открыть. Рай, говорит, в каждом из нас затаён, вот он теперь и во мне кроется. И захочу, завтра же настанет он для меня в самом деле и уже на всю мою жизнь. Гляжу с умилением, говорит и таинственно на меня смотрит, точно вопрошает меня. А о том продолжает, что всякий человек за всех и за вся виноват, помимо своих грехов. О том вы совершенно правильно рассудили, и удивительно, как вы вдруг в такой полноте могли сию мысль обнять, и воистину верно, что когда люди эту мысль поймут, то настанет для них царствие небесное уже не в мечте, а в самом деле. А когда, — воскликнула я тут с горестью, — сие сбудется и сбудется ли ещё когда-нибудь? Не мечтали сие лишь только? А вот уж вы, говорит, не веруете, проповедуете, а сами не веруете. Знаете же, что, несомненно, сия мечта, как вы говорите, сбудется, тому верьте. Но не теперь, ибо на всякое действие свой закон. Дело это душевное, психологическое. Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами психически повернулись на другую дорогу. Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братам, не наступит братство. Никогда люди никакой наукою и никакой выгодой не сумеют безобидно разделиться в собственности своей и в правах своих. Всё будет для каждого мало, и всё будут роптать, завидовать и истреблять друг друга. Вы спрашиваете, когда сие сбудется? Сбудется, но сначала должен заключиться период человеческого уединения. Какого уединения, спрашиваю его? А такого, какое теперь везде царствует, и особенно в нашем веке. Но не заключился ещё весь, и не пришёл ещё срок ему. Ибо всякий-то теперь стремится отделить своё лицо наиболее, хочет испытать себе саму полноту жизни, а между тем выходит изо всех его усилий вместо полноты жизни лишь полное самоубийство. Ибо вместо полноты определения существа своего впадают в совершенное уединение. Ибо все-то в наш век разделились на единицы. Всякий уединяется в свою нору, всякий от другого отдаляется, прячется, и что имеет, прячет и кончает тем, что сам от людей отталкивается, и сам людей от себя отталкивает. Копит уединён на богатство и думает, сколь силён я теперь и сколь обеспечен. А и не знает, безумный, что чем более копит, тем более погружается в самоубийственное бессилие. Ибо привык надеяться на себя одного, и от целого отделился единицей. Приучил свою душу не верить в людскую помощь, в людей и в человечество. И только это и пещет того, что пропадут его деньги и приобретённые им права его. Повсеместно ныне ум человеческий начинает насмешливо не понимать, что истинное обеспечение лица состоит не в личном уединённом его усилии, а в людской общей целостности. Но непременно будет так, что придёт срок и всему страшному уединению, и поймут все разом, как неестественно отделились один от другого. Таково уже будет веяние времени, и удивятся тому, что так долго сидели во тьме, а света не видели. Тогда и явится знамение Сына Человеческого на небеси. Но до тех пор надо всё-таки знамя беречь, и нет-нет, а хоть единично должен человек вдруг пример показать и вывести душу из уединения на подвиг братолюбивого общения, хотя бы даже и в чине юродивого. Это чтобы не умирала великая мысль. Вот в таких-то пламенных и восторгающих беседах проходили вечера наши один за другим.